всем привет я хотел бы сегодня сделать такое небольшое видео и рассказать вам как прокуроры у нас тут в германии увеличивают городские кассы да можно так сказать делают они как это например примеру я могу взять от себя вот у меня два месяца назад можно сказать нашли даже больше но без разницы нашли пистолет дома нашли дома пистолет как они его нашли коротко рассказать у меня был один человек дома немец ну не знаю зависит это в этом деле или нет но без разницы но он был у меня дома кое-что смотрел не друг не знакомы никто смотрел кое-что тут и увидел у меня лежал на диване пистолет закрытый чуть одеялом по моему он увидал я так думаю ну не то что я думаю это так и есть потому что на следующий день мне позвонила полиция сказала у вас обнаружили пистолет то есть нам сообщили что у вас дома пистолет на она на него посмотреть я думаю нифига себе чё на идиота похож ну ладно думал сперва обманывает тут из прикалывается они опять звонят я не связь плохая была они опять звонят мы находимся у вас около вашей квартиры ну около входа до двери откройте нам двери или мы ее взломаем его кого взламывать я сейчас приеду буду сейчас буквально мне сердца 40 45 нитя 40 километров дома нахожу сейчас сажусь машину еду все ну ладно но они подождали меня хорошо спасибо вам за это что дверь не взломали подождали я захожу и меня ожидают уже тут а женщина четверо мужчин два такие знаете в бронежилетах такие робокоп и один типа начальник длины один дедушка который тут все обыскал у меня но это женщина с которой я болтал вот я им дал ключ они сперва не спросили вы согласны с этим чтобы мы зашли хочу не делать тюни у них обыск обыск называется да или обруск обыск у них не было у них только на словах они типа позвонили прокурору и она им по телефон сказал да вы можете зайти типа это можно я если честно сказать даже не вникал в это и не то потому что я спрашивал у вас есть это обыск дуизуху успешен как он по-русски не знаю но без разницы ребята 25 лет тут живу поэтому вы насчет этого извините я думаю все понятно будет ну и ладно хрен с ним я думаю я то знаю что этот пистолет это кстати пистолет травмат по моему так называется у вас газ газовым баллончиком да и металлическими шариками я думаю я то знаю что он что я могу и пользоваться и что я могу его иметь ну что я покупал в магазине тут нормально паспорт показывает что должен быть совершеннолетний до 18 лет все больше для него ничего не надо вот ну и как бы я их запускаю они забегают эти робокоп и таки забегают двери не выпиливают открывают мы их вот так вот а дверь аж открывают забегают один туда-другой туда одну с пистолетами да-да-да-да орут-орут что-то водки я все чисто заходите мы все равы зашли еще друг со мной был я взял с собой на всякий случай чтобы был у вас всегда как это цойка как по-русски русский свой без разницы потом напишу ну и короче мы зашли все сюда и пистолет сразу лежал на столе на кухонном ну и сразу они увидели он спрашивает их да вот этот пистолет и плюс еще игру вам человек могу показать чек я его купил на мое имя даже все да хорошо мы спустились вниз двумя старичок все обыскал тут а кроме чека еще и везде лазил короче везде крутил полазил тут а ничего толком не нашел ну и все и это взяли короче все собой там не спрашивали я согласен не согласен вообще ничего не подписывал хрен с вами чё я вас сюда не звал как в этот в этот момент да мне была злость такая потому что когда соседи всех напугали тут они ну без разницы ну и короче в итоге что произошло они забрали пистолет я через месяц им звоню говорю ребята где мой пистолет они говорят а дело отдали мы прокурору добра ну ладно опять забыл и через потом проходит после моего звука недельки две и мне приходят вот эту письмо вот толстенькая я его открывает что пути по обвиняют вас в этом как его и митингша фанги меня типа обвиняют в этом что у меня оружие которое мне нельзя иметь до нелегально типа ладно короче пишут я коротко скажу заплатить его заплатите 500 евро и мы все дело унисажаем ну как бы на боль ставим и все и ничего кому-то не было пистолет конечно назад не получите ну и все и и можете жить дальше спокойно типа а если нет если вы будете что-то против иметь тогда тогда будет идти дальше суд да и как бы с это все стоит деньги мы вас будут судить я позвонил сразу жить позвонил сразу жить эти магазин тот где купил пистолет объяснил ему ситуацию говорит слышь угры то они вообще законы знают потому что во первых это не маленький магазин и не какой-то чувак который мне за углом продал пистолет понимаете чем еду на пистолете всегда всего такие пистолеты как у меня от эти травматы они стреляют там а сила и сила мерится в джуль называется датюль 7 и 5 джуль она не должна выше быть чем 75 у меня 35 по моему если вообще есть там 35 если он перевысивает это тогда тебе если для к покупке если я бы даже хотел бы купить чем больше мне не продали бы потому что у меня нету для этого такого оружия право да и надо специально жители короче в первых во вторых на этой на этом пистолете стоит значок если она указана на этом пистолете значит этот пистолет можно купить если тебе есть из совершеннолетники 18 лет я из паспорт ты можешь его купить и все у тебя как бы больше тебе для этого ничего не надо ты его будешь хранить дома тебе ничего не будет ты можешь стрелять дома те ничего не будет если ты его будешь таскать конечно на улице будешь его таскать на улице и у тебя как бы и у тебя вон идут на улице там заряды же мина тогда тебя будет возникнуть проблемы да это заблокишь может даже больше чем 500 евро ну как у меня нашли его дома они ничего не могут сделать вот я им написал теперь письмо туда указал в этом письме где я нашел эти законы какой пистолет я могу иметь какой нет я указал туда написал это показал типа вот прочитайте это же была ваша работа вы взяли дело на себя накинули просто пару бумаг в принципе туда он кроме этого заднего это должен заполнить это должен 500 уровень перевести и все они закроют дело вы как думаете сколько людей это делают сколько людей получаются такие письма и которые сидят и дрожат и думают какой суд какие какого чего в локата брать деньги стоят у меня и так денег нету на минимуме живу да ладно давай сошкребаем все платим и все и дело закрывается думаете сколько я этого делаю сколько платят людей вот и я так разозлился что я не знаю что я решил записать на это видео просто сказать что я не хочу хай до германии я не хочу это унижать или что-то ни в коем случае я как бы меня все устраивает как говорил уже 25 лет живую все нормально но это что за херня я считаю залез потом в интернет за две минуты я выяснил что я могу иметь это оружие я могу его дома иметь и никто мне ничего не может сделать и я считаю две минуты я сделал их нему работу вы мне устроили геморрой вы не проверили дело никакое вы просто пишите какие-то письма какие-то цифры туда вписывайте чтоб люди просто платили потому что они боятся боятся судиться да как это многие делают поэтому платят все я высказался чуть-чуть спустился а вы что можете сделать вы можете подписаться на мой канал кому понравился видос поставьте обязательно кому не понравился бывает да ну или напишите что-нибудь если где-то я не прав ну или поправьте меня так что ребята все на этом видео заканчивается я сейчас же пойду этот видос смонтирую и выставлю все только для вас все давайте до свидания